Всем огромный привет! Слушайте, я не знаю, почему эта камера так сильно отемняет, мои круги под глазами, около губ, веснушки все видно. Почитала ваши комментарии по этому поводу. Ребят, я вообще на эту тему не заморачиваюсь, честно. Я сколько себя помню, я всегда была такая. Это не говорит о том, что у меня какие-то проблемы со здоровьем или еще что-то. У меня всегда была склонность к веснушкам и как будто тени на глазах. Всегда так было. И я вообще на эту тему не заморачиваюсь. Мама, ничего, они у тебя просто появились. Сначала обычно крашусь, потом уже занимаюсь волосами. Всегда для начала протираю лицо клиник. Это трехфазная система, но я пользуюсь в основном только лосьонами их. Мне очень нравится, что они типа спиртовые, не знаю, в общем какие-то очень такие ядреные, хорошо кожу очищают, убирают всякие шелушения. Короче, классный лосьон. И я думаю, что, наверное, из вот этой системы трехфазной, я, наверное, только его буду покупать себе. Потому что крем у них так себе. А гель для умывания лица тоже не очень нравится. Ребят, сегодня с утра уже мыло пол, протек пакет с мусором, и Леша в тапочках ходил и все это размазал по полу. Но он, конечно, не видел просто, потому что мы еще спали, с Алисой было темно, но он свет, видимо, не включал. Все это размазал. Мы когда встали, тут просто был кошмар. Я все помыла, все убрала. Вот. Потом позвонила соседка снизу. У нее опять проблемы с потолками. Но в этот раз уже мы, конечно, поумнее стали. Леша говорит, никого вызывать не буду, схожу сначала сам посмотрю, что у нее там случилось. В общем, у нее в зале потолок вот так вот просел. И такое чувство, что как будто мы ее топим, то есть потолок начал немножечко опускаться. Леша поднялся, посмотрел, потрогал, воды нет, ничего нет. Оказалось, что у них какие-то проблемы с вентиляцией помещения. И либо воздух туда заходит и накапливается, либо я не знаю, что там происходит, но когда открываются двери, открываются окна, то потолок встает снова на свое место, как и должен быть. Вот. Она, короче, заморочилась на эту тему. Якобы мы ее топим. Я говорю, слушай, Леша, ну она меня реально уже доставать начинает. Ну что, должны из-за нее сейчас полу себя вскрывать, только чтобы ее успокоить, что это не подтопление. Либо опять оплачивать ей снятие потолков. Типа пусть она сама там разбирается со своими проблемами. Я вот понять не могу, но неужели больше других людей нет, кроме моего Леши, кто может ей подсказать вот эти элементарные вещи? Неужели нет? Почему в первую очередь нужно беспокоить соседей? В итоге Леша ей сказал этой соседке, Вы наблюдаете за вашим потолком. Если что, звоните. Вот она сейчас наблюдает. Так. Диор Кушон. Дримский. Нравится мне, но он не сильно вскрывает вот эти вот все пятнышки. Но тон лица выравнивает в целом. Мне нравится. И самый прикол, что от этого средства нет никаких дефектов на коже. Не видно никаких дефектов на коже от этого средства. Прям идеально ложится. Не кожица никакой. Пору все закрывает. Но единственное, они сильно тонируют. А так, знаете, придает божеский вид коже. Красивый ухоженный вид. Так. Ребят, когда мы жили в Белом Хуторе, кто помнит наши первые видео из Челябинска. Так вот, у нас была такая же ситуация какой-то женщины. Проблемы с вентиляцией. Мы покупали новую квартиру. Она уже была с ремонтом от застройщика. Квартира была на последнем пятом этаже. И вот у нас постоянно там гулял потолок. Мы, кстати, так и не нашли причину, почему он гуляет. И я уже, честно, не помню, как мы решили эту проблему с потолками гуляющими. Ну, как-то, может, просто перестали заморачиваться на эту тему. Ну, потолки чуть-чуть гуляют и гуляют. Смотрите, какая прелесть. Алиса сейчас пойдет на занятия. Я ей по-быстренькому делаю прическу. Главное убрать волосы от лица. Пацанчик на районе. Мама, смотри, что я сделала. Красота. Это девочка-принцесса, это ее платье, да? Так, кого с собой сегодня возьмешь, Клини? Басенка? Да. Такой милаха. Ну все, давай одеваться. Дурилочка моя, дурилочка. Любовь. Игрушка, дурилочка, дурилочка. Все, красотка, пошла. Суседка больше не звонила? Пацанчик, да, районе. А? Нет. У тебя что-то помята кепочка немного. Так она лежала в дурилочках. Отпарить нужно. Слушай, ну не одевай тогда эту страшилку. Купишь новую, не буду одевать. Старо. Ну там дождь на улице, че я буду... Да хорошо, конечно, тут идти-то два шага одевай. Вот я ее в Заре покупал сколько? Три или четыре года назад. Ага. До сих пор ношу. Нравится, да? Ну она прикольная. Ну моделька такая, да? Пацанячая. Пацанчик. Мне нравится. Дочь, ты где? Пошли. Вообще Алиса сама одевается, но сегодня мы торопимся. Поэтому будет надежнее и быстрее, если я сама одену. Все, пока, малышня. Пока. Давай, пока. Пока, котенок. Ну, покружись. Та-та-та-та. Ой, Алиска, Алиска. Сидела все утро, рисовала. Это я полумыла, стол сюда убрала. Нужно тоже все это собрать и брать. Ну все, у нас дали отопление. Белье будет сохнуть быстрее. Да, уже сохнет. Перестирала все полотенца. Ребята, мне тут писали в комментариях. И что ты потом будешь вытираться этими полотенцами? Ну, во-первых, я их прокипятила. Во-вторых, у нас дома чисто. И у нас нет тряпок половых. Мне пишут, надо было какую-нибудь тряпку бросить там, где у нас вода текла в зале. А что я возьму, если у меня ничего нет? Полотенцем очень быстро впитывают влагу. Это очень удобно. Пол чистый. Можно их простирать хорошо, прокипятить. Какая разница? Вы же, если, допустим, достаете полотенце из шкафа, но у вас упало на пол, вы ведь при этом, наверное, все равно им продолжаете пользоваться. Ну, все, конечно, зависит от того, какой у вас пол. Но не знаю. У нас дома чисто, поэтому мне не стремно пользоваться полотенцами, которыми я убирала воду. Тем более, это было не в прихожей, это было в комнате, в жилой комнате. Ничего такого криминального. Я же их не в грязи какую-то, я же не грязь вытирала, а обычную воду. Да, она не совсем была простая, не водопроводная, ну, как сказать, не питьевая. Но все равно, вот, видите, тройное полоскание, хорошие порошки, 90 градусов стирка. Все стерильно. Мне, кстати, советовали соль добавлять, чтобы полотенца были мягче. Все никак не могу попробовать. Как-то у меня все не получается, забывая про это. Огромная гора полотенец. Сейчас все это понесу в комнату, буду раскладывать по шкафчикам. Сейчас дома приберусь, и можно со спокойной душой ехать в парикмахерскую, в салон. Что ты тут делаешь в нашей комнате, а? Чем ты тут занимаешься в такой позе? Это что за поза тут такая? Поза котенка? Игрульки? Чем ты тут занимаешься, а? Леша? С Лешей думаем, какое животное бы нам прикупить? Ну, никакое. Точнее, мы с Алисой думаем, но Леша согласен на кошку. Тебе кто-то звонит? Егор, привет. Смотри, на улице дождь. Гулять вообще не вариант. Мама у тебя дома или на работе? Вот, позвони маме и спроси. Скажи, Алиса тебя приглашает в Красную площадь погулять. Ну, или там в острова сходим, там, полопаем, что-нибудь там. Ну, короче, Алиса тебя приглашает в Красную площадь. Поедешь? Вот, ты спроси у мамы, и мне сейчас, вот прям сейчас, и мне сразу же, ну, ответь. Мне надо знать, потому что Алиса на занятиях, мне ее оставить в играйке, или вы будете гулять? Я хочу мопса. Ты мопса хочешь? Да. Ну, все, давай мопса купим. Давай, Алиса, на день рождения. Ну, пожалуйста. Леш, мне вот, мне не хватает какой-то живности. Я к Масе прихожу в гости. Я говорю, доченька моя, она ко мне так подходит, сразу гладится. Я не могу этого ведь изобрать. Леша, давай купим кого-нибудь. Я скучаю по Масе. Ты меня реально уже достал, блин. Короче, я уже не знаю, сколько можно с ним разговаривать. Просим какое-нибудь животное купить. Но только не крысы, там, не хорьки. Алиса тоже очень просит, очень хочет. У меня такое чувство, что ты ребенком никогда не был. Я Масю просто заберу и все, Леша, честно. Вот у меня уже, я не знаю. Я тебе сказал гипоаллергенную кошку. Гипоаллергенных кошек не бывает. Даже лысые кошки, они выделяют вот этот фермент. Я тебе вчера уже сказал по-русски, я вчера прочитал целую научную статью. Я тебе сказал, перед тем, как покупать кошку, ты приезжаешь к заводчику, берешь биоматериал. Я еду в лабораторию, сдаю кровь и сдаю биоматериал. Они смотрят просто. Биоматериал-то ты должен какашку взять, что ли? Не, ну если это будет, например, хвалидское окошко, то можно шерсть взять. Если это будет лысое окошко, можно слюну ее взять, понимаешь? Какашку. Вот тут почему сразу все мысли только о какашках? Не знаю, я просто расстроена. Мне не хватает. В доме мне не хватает животного. Вот иди, сходи к маме с Масей, потусуйся. Мне этого мало. Я хочу, чтобы у меня был какой-то питомец. Для меня это крайне важно. Я не знаю, ребят, меня вообще понимаете или опять напишите, что я дура конченная? Поддержите меня хоть раз, а? Поддержите, говорит, меня хоть раз. Леш, ты что? Ну, понимаешь, как-то дом это не дом, когда в нем нету радости, веселья, животного. Я не знаю, ты сидишь за работой. У тебя маленький ребенок и очень хочется. Один раз подошла со мной, поугарала, попрекала. Да уже не то все. Мы с тобой сколько лет вместе? 16, 17? Уже нет этих вот угаров. Он мне говорит, хоть поугарала со мной. Конечно. Леш, Леш, нет, я хочу собачку. Вот нас внутри. Мне прям охота, чтобы она прыгала около меня. Что такое? Да, я хочу мопсика маленького. Храпит, слышишь? Ага. Пожалуйста, давай купим мопсика. Я тебя очень прошу, Леш. Вот такого точно. Да, точно такого. Давай. Серенького. Купим? Да нет, конечно. Я сам как мопс. Я и храплю по ночам, и ем, и сплю, и все нормально. Я похож на мопсика? Леш, пожалуйста, давай купим мопсика. Я не шучу с тобой, я серьезно вполне говорю. Я серьезно говорю, я не шучу. Вот шибажу ты хотела, вот на. Шибаину. Шибаину, на. Да она большая, я хочу маленькую собаку. Вот она маленькая, она не вырастет уже. На, кам, кам, кам. Ну, на, давай. Однажды случится так, что я просто приведу собаку с улицы, и скажу, она будет жить здесь. И меня не волнует. А ты что смеешься-то? Так и будет. Я вас вместе с собакой в коридор выставлю. Леш, ну так нельзя относиться. У тебя маленький ребенок. Все дети хотят в детстве животное. Она нам объясняет, что Мася это была ваша кошка. Она хочет именно животное с рождения. Маленького щеночка или маленькую собачку. Ой, маленького котенка. Мама, послушай, я не хочу на себя брать ответственность. Какая ответственность брать собаку? Скажи. У тебя что, нет средств ее вырастить? Ты не пой... Ну, хорошо, нанимай. Мама сказала, если что-то пойдет не так, я у вас мопса заберу. Я уже с мамой разговаривала. В чем тут мама, я не помню. Она сказала, если что-то у вас пойдет не так с мопсом, если вы мопса возьмете, мопса она готова забрать. Не, ну а что? Я тебе еще раз говорю, собака это не просто так. Это тебе так кажется, что там раз завела и все там весело там и задорно. Это большая ответственность. Собаку надо воспитать. Мы отойдем ее кинологам. Приучить, приучить. Так а нафига ты ее будешь заводить, если ты все... Так ее от всех собак нормальных отдают на тренировку. Мопса? Да. Да. Очень нет, что ли. Леш. Ты пойми, что это ответственность. Я смотрю на тебя, мне смешно. Ты так серьезно ко всему относишься. Прям до ужаса. Ты такая интересная. Ты же сам говоришь, что мопса это такая смешная собака, зачем ее давать кинологу? И тут же начинаешь хохотать, блин. Ты будешь с пол седьмого утра просыпаться и выводить его на улицу? Я очень ответственный человек и я буду это делать. Я тебе не верю, не верю. Я ответственный человек. Я ответственный человек. Это вам, вас хватит. Я людей не подвожу. Вас с Алисой хватит ровно на неделю. Потом у меня собака будет обсыкаться. Мне мама сказала, что... Причем тут мама? Мне не надо маму. Ты кому... Причем тут мама-то? Ты мне объясни. У мамы кошка. Я просто... И она ходит на лоток, она приучена. Собака. Ей надо утром ходить, днем и вечером в туалет. Тем более маленькой собачке. Ты понимаешь? Ты слово дашь мне стать? Мне же смешно просто. Ты не будешь с ней утром в полседневного выходить, вот просто гулять. Она будет обсыкать здесь все углы. Когда у нее начнут зубы резаться, она будет грызть всю обувь и все диваны. Она все, что будет видеть, она все будет сгрызать. Да я все это понимаю. Ну а зачем это? Ты как орешь-то, блин? Я уже оглохла. Все молчу. Давай возьмем, давай попробуем. Тем более, когда маленький щенок, он пока дома будет писать, его не надо выгуливать. А потом постепенно, и мы втянемся. Куда ты втянешься? В то, чтобы его не выводить, и чтобы он стал сразу на перелом. Я не могу больше с тобой разговаривать. Эти разговоры у нас про собаку уже идут, наверное, месяца два или три. Я придумал, кого можно завести. Черепашку. Иди в садик. Ну ладно, 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 ладно. Ёжика. Ёжика, белого ёжика. Разговор окончен. Все. А куда ты пошла? Чай пить. Я устала уже. А почему меня издевает? Я устала от такого диалога издевательского. Пошли пить чай, пошли. Короче, ребят, что думаете по этому поводу? Ну что, ребят, я вышла на улицу. Сейчас иду за Алисой. Она сегодня поедет со своим лучшим другом Егором гулять в Красную площадь. Он отпросился. Все-таки мама ему разрешила. На ноги одела кроссовки беленькие. Хотела одеть луи витончики. Думаю, ну как, одна цветовая гамма. И получилось, что у меня вообще разнобой. Коричневые луи витоны с черными элементами. Потом вот этот вот цвет и розовый. Не в тему. И решила одеть вот эти кроссы. И он как-то перекликается. Они перекликаются с моими жемчужинками. В общем, нормально. Так, Алису забрали. Куча заданий всяких. Покажи, кого сделала. Егорка. Ну, открой. Открою его. Ой, Егорка какой у нас. Ой, какой Егорка красивый. Хочешь с ним встретиться-то? Да. Да. Ну все, ребят, в Краснодаре конкретная осень. Два дня и листьев нет, да, Ляша? Думаю, что пасмурно в дожде, видимо. И прям похолодало, прям заметно похолодало. У меня ёспы. Ой, ты, ну не сладко. Да и пикетно. Это Чизиковская роща. Угу. Вот сюда, ребят, я приехала. В интернете у них хорошие фотографии. Посмотрим. Посмотрим. Свет та пашня, конечно, уже лучше. Потом темно, сначала подрезка. Угу. Чтобы кушить себе на концах. Я не против. Чтобы визуально, да, они будут сразу видно, что и мы ей опросили. Если бы скрипнули. Я не против. Продолжение следует... 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 чтобы не потерять длину сильно